друзья всем привет сегодня у нас на тесте exit lx это младший кроссовер в линейке суб премиального бренда от черри машина размером с volkswagen tiguan или kia sportage получился достаточно гармоничный вообще заметил за собой что иксида на улице я стал узнавать не знаю с чем это связано с тем что люди действительно стали покупать или с тем что китайцам удалось создать узнаваемый образ тем не менее даже младший lx стопроцентно узнаваем что это exit единственно с тем моментом что не стали все-таки как у старших моделей городить огромную решетку радиатора хромирован у гигантскую а ограничились только решетка и воздухозаборником на бампере здесь же просто такой декоративный элемент на котором собственно и написано название марки приятно то что даже в базовой комплектации передняя оптика будет уже полностью светодиоды в наших грязных условиях это конечно большой плюс exit lx построен на той же платформе t1x на которой построены тига 7 и тига 8 а это к сожалению значит что полноприводных версий у него не будет привод только передний с геометрической проходимостью тоже не все супер потому что под защитой двигателя причем не металлическая пластиковая всего лишь 18 сантиметров для кроссовера результат совершенно не выдающийся у lx есть в систему кругового обзора но смущает меня то что задняя камера немножко перекрывает номерной знак такое ощущение что ее поставили уже отдельно где-то в дилеры так это выглядит да и стоит она честно говоря обратите внимание с небольшим перекосом по-моему она вообще она вообще не заправлена классно как-то не очень это премиально все выглядит то есть получается фактически она и и не держится рано или поздно она вывалится и будет болтаться на проводах имейте это в виду заявленный объем багажника у lx 412 литров сомневаюсь я что это похоже на правду потому что фактически объем где-то максимум 300 литров скорее всего объем в 412 литров мерили с учетом большого подполья потому что если вытащить вот этот массивный лоток то посмотрите на его толщину действительно высвобождается очень большой объем и тогда эти 412 литров уже будут похожи на правду с другой стороны опять же если убрать вот эту всю секцию то вполне возможно положить вместо докатки в качестве запасного колеса уже полноценную запаску багажник обит ворсом а значит он долго будет сохранить свой товарный вид плюс есть всякие мелочи вроде откидных кармашков на пороге сделали такие вот металлические накладки это значит что когда загружаете что-то тяжелое и касаетесь порога вы не будете царапать пластик и опять же это все будет долго сохранить товарный вид в общем мелочь но приятная китайцы уже научились делать качественные салоны из качественных материалов есть много мягкого пластика плюс здесь даже кожная вставка и прострочка настоящие они нарисованы это все хорошо руль такой же абсолютно как на старших моделях но если в тел и кси вот эта нижняя спица она была хромированная и в солнечную погоду давала постоянные блики в глаза здесь такой проблемы не стоит потому что она пластиковая матовая но осталась проблема с экраном медиа системы он по бликует и несмотря на то что сейчас пасмурная погода половина я все равно не вижу все отражается вижу свою руку вот она привет фактически как зеркало мне нравится вот этот любовь к черному лакированному пластику та же история с сенсорной панелью климат-контроля все в пыли все в разводах не очень практично блики на самом деле это еще пол беды проблема есть с эргономикой с водительским местом само сиденье очень хорошее с приятной плотной набивкой не излишне мягкой не излишне жесткой то что нужно плюс профилировано все хорошо выраженная боковая поддержка но очень не хватает диапазона регулировки по высоте даже мне с моим ростом меня рост 174 сантиметра я сижу высоко я это понимаю по боковому окну я понимаю что у меня над головой не очень много места и самое главное мои глаза находятся практически на одном уровне с салоном зеркалом если человек будет ростом выше на 10-15 сантиметров у него уже будут проблемы потому что даже я на перекрестке иногда мне приходится вот так вот выглядывать чтобы посмотреть какой сигнал светофора горит это конечно недостаток большой как у старших братьев у lx тоже общая панель то есть виртуальная приборная панель и экран медиа система это по сути одно целое у виртуальной приборной панели есть несколько тем 3 если быть точным есть тема smart очень-то все долго загружается целая анимация вот smart пользоваться этим не очень удобно может быть и красиво но для восприятия сложно вторая тема это стиль для восприятия уже попроще но все равно мне кажется самое лучшее это тема спорт когда есть два классических прибора спидометр тахометр и вспомогательной информации между ними на мой взгляд это оптимальная история вообще очень много функций у lx разумеется есть штатная навигация turbo dock она называется как загрузилась плюс есть встроенные видео регистратор не нужно ничего докупать вот загрузился опять же у нас есть изображение можно уже делать и фото и видео и что хотите кроме того exit принимать голосовые команды нужно сказать привет exit открой люк чтобы сделать другую команду нужно повторить опять эту операцию привет exit закрой люк привет exit прибавь громкость привет exit привет exit все не хочет больше со мной разговаривать ладно этом закончим блок климата сделан наподобие лендровера то есть два маховичка у которых внутри есть изображение также на них можно нажимать есть обогрев лобового стекла есть обогрев руля и обогрев всех сидений но сиденья интересная история и задние и передние сидений греются только у них подушки спинки не греются ни в какой комплектации странная история учитывая что даже если взять какую-нибудь ладу гранту то у него уж по крайней мере передние сиденья обогреваются полностью несмотря на то что это самая компактная модель в сзади место есть во первых спинках передних сидений сделаны выемки то есть даже высокий человек с длинными ногами не будет упираться скорее всего спинку плюс сама спинка тоже мягкая я сейчас сижу сам за собой у меня больше ладони от коленок до спинки переднего сиденья да и сама посадка она общем-то удобная есть забавные моменты почему-то сэкономили на дефлекторах вентиляции то есть сделали дефлектор вентиляции но он один и получается что если будут сидеть два человека сзади то им придется выбирать кому из двух пассажиров достанется весь поток теплого или холодного воздуха ну разумеется есть зарядки для смартфонов как я уже говорил есть обогрев сидений большой плюс то что центральный тоннель практически не выпирает ну наверное пару сантиметров только он отстает от пола то есть среднем пассажиру тоже будет удобно да и вообще в принципе перемещаться по заднему ряду не выходя из машины тоже удобно интересно что в отличие от переднего сиденья сзади у меня не возникает проблемы по высоте панорамная крыша здесь уже заканчивается и даже высокий человек скорее всего потолок упирать головой не будет у lx стоит полуторалитровый надувный двигатель мощностью 147 лошадиных сил и в паре с ним работает не робот как мы уже привыкли как мы видели у того же тига 8 а вариатор с 9 виртуальными ступенями на самом деле это здорово потому что как выясняется проблема с динамикой и расходом топлива были связаны именно с коробкой передач потому что на lx стоит надавить на педаль и ускорение очень такое бодрое несмотря на то что при мощности 147 лошадиных сил машина даже в пустом состоянии весит больше полутора тонн то есть не сказать что энерговооруженность какая-то выдающая тем не менее разгоняется этот китаец очень бодро и при этом расход топлива тоже не повергает шок на трассе 7 7 с половиной литров в городе где-то 11 12 и в среднем выходит exit потребляет 10 литров для такого кроссовера это уже неплохо кстати говоря это двигатель потребляет 92 бензин но я бы не стал этим увлекаться все-таки двигатели с надувом с непосредственным впрыском лучше кормить топливом с октановым числом побольше тем более вопрос ресурса все еще для этого мотора открыт ведь у него абсолютно все китайское форсунки свои китайские несмотря на то что внешне они практически один в один как форсунки bosch но это своя продукция продукция черри и найти их в случае чего будет большой проблемой это же касается и турбины несмотря на то что на ней можно увидеть слово гард и действительно турбина гард собирается она делается на в шанхай так что турбина тоже китайская ну и собственно как все основные элементы двигателя абсолютно также китайские это касается кстати говоря и вариатора он тоже абсолютно свой скорее всего производился он разрабатывался совместно с континенталем вряд ли сжатка но тем не менее позиционируется эта коробка как абсолютно своя самостоятельная надо сказать что как и двигатель коробка мне очень нравится оперативно он меняет передачное число несмотря на то что сейчас я еду в эко режиме режимов у эксида всего два есть вот кнопочка mode и можно выбрать либо экономичные либо спортивные вот если выбрать спорт еще быстрее коробка уходит вниз но если можно так выразиться меняет передачное число но даже как я повторюсь в эко режиме никаких проблем с подхватом нету exit ускоряется очень хорошо диапазон передачных чисел у вариатора варьируется от 2 и 3 до 0 3 очень хороший диапазон например такой же абсолютно как у коробки джатка 016 которая стоит на x-трейле или на полноприводных арканах и дастерах в общем коробка действительно мне нравится вообще связка двигателей коробки мне нравится к сожалению про шоссе я такого сказать не могу нет у меня ощущения цельности не производит ходовая часть цельного впечатления есть проблему с полностью хода сейчас вот я проезжаю небольшие стыки и чувствую буквально каждый шовчик то есть машина передает абсолютно все в салон несмотря на то что профиль у шин при диаметре 19 дюймов очень неплохой 55 тем не менее даже они не способны все фильтровать в общем машина жесткая при этом энергоемкости тоже не хватает то есть на крупных ямах подвеска пробивается это касается как хода отбоя так и хода сжатия в общем нужно дорабатывать ее плюс еще то что при покупке обязательно придется сделать это раскошелиться на дополнительную шумоизоляцию моторный отсек аэродинамика здесь никаких проблем а вот на изоляции колесных арок и явно сэкономили чем интересно что очень сильно меняется гул от колес зависимости от того насколько абразивный асфальт если на автостраде я никаких проблем не испытывал то сейчас вот на обычном загородном шоссе слышите да какой стоит гул от шин при том что шины не китайские недешевые на этой машине стоят перели скорпион и по личному опыту могу сказать что на самом деле это резина достаточно мягкая и достаточно тихая но тем не менее гул от арок гул от шин он сопровождает меня на всем диапазоне скоростей как я уже говорил exit lx к сожалению только переднеприводные полноприводных машин нет поэтому съезжая с асфальта нужно об этом помнить из внедорожных ассистентов у него практически ничего нет только есть ассистент спуска с горы и есть возможность отключить систему стабилизации противобуксовочную систему к сожалению отдельной кнопки для этого нет нужно делать это через меню ну конечно нужно понимать что все таки этот кроссовер скорее как легковой автомобиль с повышенным клиренсом лезть куда-то в серьезное бездорожье на нем разумеется не стоит раскисшая грунтовка весенние по которой сейчас еду это наверное предел его возможности и даже здесь я иногда слышу как я чирку этим пластиковым поддоном пластиковой защитой а грунт хотя вроде ничего тут такого выдающегося нет и прекрасно понимаю что на той же вести кросс св ехал бы я тут наверное даже поувереннее конечно exit lx это никакой не внедорожник это даже не хороший кроссовер как какой-нибудь дастер вне асфальта в лютое бездорожье в лютую глину на ней лезть не надо ничем хорошим это не кончится но если говорить о плюсах что хочу отметить то что не обязательно ехать сильно газуя хотя электронику я отключил вариатор явно у него гидротрансформатор работает на маленьких скоростях не блокируется и это позволяет очень хорошо дозировать тягу компенсировать какие-то задержки даже получается ехать в натяг и иногда вот допускаю не какую-то небольшую пробуксовку но не более того результат для переднеприводного кроссовера скажем так удовлетворительный скажу честно из всех кроссоверов exit на которых я ездил lx произвел на меня самое приятное впечатление несмотря на некоторые недостатки конечно же самый главный вопрос это цена у lx всего две комплектации базовая машина уже неплохо упакованы и обойдется в 3 миллиона рублей максимальное исполнение как у нас это 3 миллиона 300 надо понимать что это рекомендованные розничные цены которым дилер естественно кинет еще миллион а то и полтора спасибо за просмотр подписывайтесь наш канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы узнавать о всех новых роликах и до встречи а